Здравствуйте, меня зовут Нина и сегодня мы будем готовить лимонный кекс. Для этого рецепта нам понадобится 3 яйца, 150 грамм сахара, 160 грамм муки, 40 грамм крахмала, 1 лимон, 130 грамм маргарина, разрыхлитель, соль, ванилин и для желтого цвета я беру куркуму. Сначала нам нужно добыть из лимона сок и мы выжимаем и получаем где-то 50-60 миллилитров сока. Также мы используем цедру со всего этого лимона. Можно было с целого лимона сначала его потереть на терочке, чтобы добыть цедру, но я сначала выжала сок и теперь мне немного сложно. Цедру берем только желтую часть, до белого не трем. Следом нам нужно очень хорошо миксером взбить 3 яйца с сахаром и с ванильным сахаром. Это заняло минут, наверное, 10. Пока взбиваются яйца, мы должны растопить маргарин или сливочное масло. Можно использовать тоже растительное масло, но с маргарином он получается какой-то более сочный. Следующим этапом во взбитую смесь я добавляю разрыхлитель и крахмал. Вам хватит пол пакетика разрыхлителя. И опять все это перемешиваю и в процессе перемешивания добавляю сок, выжатый из лимона и растопленный маргарин. Не забудьте добавить щепотку соли для яркости вкуса. И если вы хотите ярко-желтый цвет кекса, то можно добавить тоже щепотку куркумы. Запаха от нее никакого привкуса нет, она только добавляет ярко-желтый цвет. Добавляем цедру для неповторимого аромата. Последним этапом я добавляю муку и тоже перемешиваю. Вы можете перемешать лопаткой или вручную венчиком, но поскольку это не бисквит, а кекс, то ничего страшного, можно и просто миксером перемешать. На это количество ингредиентов как раз у меня вышла вот такая форма с кексом. Мы ее простилаем пергаментом и выливаем не до конца, где-то должно остаться треть по высоте, потому что кекс очень хорошо поднимается. Специально для вас я кекс сразу разрезала, чтобы показать, какой он красивый внутри. Но обычно я перекладываю его на красивое блюдо и сверху могу полить или вареньем из лимона, или сахарная пудра смешивается с лимонным соком и получается такая глазурь. 22 Тевета в этом году 4 февраля. День поднятия души Рабанит Хай Мушки Шнейрсон, жены 7-го Любавического Рэбе и дочери предыдущего Рэбе. У нее не было своих детей, но каждого еврея она считала своим ребенком. Когда-то произошла такая история. Рабанит сделала заказ продуктов в магазинчике рядом, и хозяин послал своих двух дочерей доставить заказ. Когда девочки принесли заказ, Рабанит их поблагодарила и угостила шоколадками со словами «Enjoy life!» Наслаждайтесь жизнью. Мы, женщины, зачастую отличаемся перфекционизмом. Мы всегда хотим, чтобы все было идеально, и нас расстраивают даже мелкие неприятности или ошибки. И Рабанит тоже была перфекционисткой, но в этой фразе она дала понять, что нужно с позитивом и оптимизмом идти по жизни и наслаждаться ею. Несмотря на то, что в жизни редко все идет по плану. Enjoy life! Наслаждайтесь жизнью! Приятного аппетита и шабать шалом!